Вот и прошла презентация Apple, которая мне и неким другим более именитым обзорщикам показалась не самой эффектной, примерно как уровень графики в моем видео, но не суть. Если не учитывать Apple Watch 4 серии, за которую официально запросят 399 или 499 долларов за фулл-версию, так сказать, то сами смартфоны были ожидаемы. Но вот никто так и не смог будет сказать, что ни iPhone SEX, ни iPhone 9 не покажут, а что показали вместо него вы узнаете, досмотрев видео до конца. Первым продемонстрировали iPhone XS в золотом, серебряном и в черном корпусе, выпирающая камера которого сразу бросилась в глаза еще на экране со слайдами. Не стыдная такая защита по стандарту IP68 в смартфоне, это конечно супер. Теперь iPhone XS можно погружать под воду на глубину 2 метра до 30 минут, что немного опередило защиту iPhone X. Дисплей Super Retina диагональю 5,8 дюймов с разрешением 2436 на 1125 пикселей обозвали лучшим в мире и когда-либо устанавливающимся в iPhone, в чем сомневаться в принципе не приходится. Кстати, теперь и нижняя рамка под дисплеем стала тоньше, но монобров все же осталось. Ах да, 120-герцовая матрица, друзья. До этого такое можно было увидеть только в iPad'ах, но теперь и iPhone XS и XS Max получили нереально крутой дисплей с огромной частотой обновления. Samsung и компания, жду ваш ход, так сказать. Затем показали огромный iPhone XS Max и на его примере продолжили об остальных особенностях новых iPhone. Да, дисплей 6,5 дюймов это нечто. Теперь и iPhone можно смело переместить в разряд лопат, хотя на каждый товар найдется свой купец. Хватит о дисплее, он крутой и большой, но чем еще удивили? Стереозвук есть, Face ID обозвали лучшей технологией в мире и резко переходим к процессору Apple A12 Bionic. Друзья, это 7-нанометровый чип и на данный момент есть только один такой же Kirin 980, который я уверен специально представили за пару недель до презентации Apple, чтобы навсегда заполниться в истории смартфона строения, как первый производитель, выпустивший именно 7-нанометровый мобильный процессор. Что касается спецификаций нового чипа, он крутой. Здесь 6 ядер, 2 производительных и 4 энергоэффективных. Графический чип 4-ядерный и стал намного быстрее во многих задачах, ровно как и сам центральный процессор. Благодаря новому техпроцессу энергоэффективность в разных задачах выросла заметно, но в целом отметили, что новый iPhone XS можно использовать на полчаса дольше, в то время как iPhone XS Max стал на целый час дольше работать по сравнению с iPhone X. Имеется в виду режим использования, конечно же. Кстати, еще одна фишка для вау-эффекта. Теперь процессор может выполнять вместо 600 миллиардов операций в секунду, целых 5 триллионов, что в 80 лишних раз больше. Вот это да! Что касается камеры. Короче, теперь это лучший камерафон в мире, это если вкратце. Камера основная с оптической стабилизацией и двойным оптическим зумом. Она стала умнее. Камера стала четче в режиме фото с эффектом боке, теперь можно самому регулировать глубину размытия фона. Это круто, это да. В режиме видео динамический диапазон стал куда шире, из-за чего можно чуть ли не полнометражные фильмы снимать. Слово мой, естественно, всегда была фишка айфонов, и здесь оно также доработано, и пользоваться им определенно стоит. Кстати, и по поводу камеры. Показали новый режим применения камеры, в котором я сам пока не особо разобрался, и объяснить это будет сложно, но в двух словах работает это так. Можно выделить движущийся объект, ровно как и статичный в принципе, и в режиме реалтайм следить за ними, чтобы в итоге показать какие-то числовые результаты. На презентации этот режим показали на примере игры в баскетбол, где смартфон считывает попадание мяча в корзину. Ну, режим пока новый, да, но я думаю вскоре применение ему найдется более широкое. А хотите еще шок-новость? Для рынка Китая Apple будут производить модели с поддержкой двух сим-карт. Пока непонятно, как в наших странах будет это работать и будет ли вообще, но движутся они точно в правильном направлении. Ну и наконец, представили iPhone XR. Господи, кто придумывает эти названия? Смартфон напоминает мыльницу, с толстенькими рамками вокруг дисплея, с монобровью и задней панелью, схожей на iPhone 7. Это средний вариант между iPhone XS и XS Max, с дисплеем 6.1 дюйм. И толстыми рамками, да, они есть. Цена немножко подкачала, И скорее всего успех iPhone SE уже не повторить. Ведь ценник на iPhone XR начинается от 749 долларов за 64 гигабайтную версию, и это просто космос. Ведь у нас они будут стоить около 1000 долларов на старте продаж. Так что дешевых iPhone SE 2 не ждите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк по данным видео, которое я впервые решился сделать посреди ночи сразу после презентации. Всем счастья и добра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok